Под обстрелом в минувшие сутки оказались и окраины Донецка. В поселке Старомихайловка в Кировском районе снаряд пробил крышу в частном доме. Продолжаются бои в районе аэропорта. Светлана Павлюкова подробнее. Тут обстрел был очень большой. Во время последнего обстрела поселка Старомихайловка один из снарядов угодил в дом Владимира Скрипки. Пенсионерам повезло, боеприпас не разорвался. Попали к нам в кухню, крышу. Сидела жена на диване. И вот это такое случилось. Чуть не зацепило ее. Старомихайловка расположена на окраине Донецка в Кировском районе. Неспокойно здесь уже несколько недель. Но за это время в жилой дом снаряд попал впервые. На место обстрела прибыли наблюдатели мониторинговой миссии. Наверное, еще где-то попали. Я не знаю. Местные жители рассказали, обстрел начался около восьми вечера. По предварительной информации, погибших нет. Тихо, тихо. А тут сейчас пальнет и все. Николай Яковлевич живет вблизи Донецкого аэропорта в Куйбышевском районе Донецка. Здесь режим тишины продлился недолго. Супруга Николая с дочерьми и внуками переехали в более безопасный район. Сам пенсионер бросать свой дом не стал. Боцман, ко мне! Это моя собака. Пес Боцман, признается мужчина, помогает не чувствовать себя одиноким. Он смотрит, я снимаю. На жизнь мужчина не сетует. Больше переживает, что не может попасть на дачу. Дача рядом. А на дачу ходить нельзя. То снайперы, то растяжки, то мины, то все прочее. Два года дачей не занимаюсь. Несмотря на то, что обстрелы в районе аэропорта возобновились, в жилых кварталах боеприпасы не разрываются, рассказывают местные жители. Сейчас бомбят тут рядом, вот тут же этот аэродром недалеко. Как-то октябрьское. После ожесточенных боевых действий за все время военного конфликта уцелевших домов в этом районе практически не осталось. Дожди заливаешь? Вот были, но сегодня вот нету. А так дождь, у меня полностью вот это все залит водой. Сегодня местным жителям привезли шифер. Люди спешат восстановить свои дома до начала зимы. Сами с собой воеваем. Вот это одно.